Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о том, когда и как снимать сусло с мезги. Конечно, в прошлых сезонах мы уже касались этой темы, но так или иначе вопросы возникают, повторения мои отвечения, поэтому в этом сезоне поднимаем эту тему вновь. Итак, когда же снимать сусло с мезги? Какой правильный ответ? Правильный ответ, когда хотите. Ну, это действительно так, потому что все зависит от того, какой тип вина вы хотите получить. Чем дольше мы на мезге держим, тем более насыщенно оно получится. Более тонинное, более ярко окрашенное. Если вы любите вина легкие, если вы любите вина такие вот тонкие, значит мы держим меньше. Если мы любим вина насыщенные, такие плотные, значит мы держим дольше. Вот и все. Все абсолютно просто. Здесь нет каких-то вот четких параметров, рецептов, что нет вот держать вот два дня, или три, или пять, или семь. Нет. Сколько хотите, столько и держим. Но надо учитывать некоторые особенности. Значит, особенность номер раз. Максимум всех веществ выделяется до десятого дня. Включительно. После десятого дня те же красящие вещества начинают там кое-что даже в осадок выпадать. То есть идет, скажем так, насыщение раствора, и уже дальше может ничего не выделяться, а некоторые процессы идут обратно. Это подтверждено учеными, были публикации. То есть пик – это десятый день. Но есть технологии, например, грузинская технология, когда там вообще на мезге дальше все падает и дальше держится. Ну, как бы, это их стиль вина, и это тоже допустимо. Хотите делать так, пожалуйста, делайте. Но понимаете, да, что вино будет очень таким тонином, очень насыщенным. Что еще надо учитывать? Степень зрелости винограда. О степени зрелости есть отдельное видео. Если интересно, оставляю ссылку под роликом. Что здесь важно? Что, если у нас косточка не дозрела, то косточка будет выделять грубые травянистые тонины. И в таком случае нам долго на мязге держать не следует. Хотим там каких-то больше красящих веществ, больше чего-то, но можно подержать пару дней, например. Потом аккуратно снять шапку, аккуратно слить сусло, еще вместе это поставить. А на дне, конечно, там будут не все косточки, но больше их часть. И косточки эти отделить. Тогда можно держать дольше. А так, если косточка была зеленая, то долго на мязге я рекомендую не держать. Опять же, так а сколько мне держать? День, два, три, четыре, как вы считаете нужным. Логично, что чем более зеленая косточка, тем меньше на мязге мы держим, вплоть до того, что можем вообще там делать по белому, либо по розовому типу. Что еще надо учитывать? Если вдруг вы хотите делать второе вино, что такое второе вино? Когда мы берем жмых, заливаем водой с сахаром с определенным процентом. И вот этот, скажем так, сахарный раствор натягивает еще красящие вещества, натягивает ароматические вещества. И так мы можем получить второе вино. Так вот, если мы планируем делать второе вино, то в идеале вот эти 10 дней, ну, можно чуть больше, допустим, там 12 накинем, потому что мы же воду добавляем потом во вторую часть. Но уже дольше не следует. То есть разделите их, как бы, между собой. Одно подержали там 3-4-5 дней, ну, и второе, например, первое подержали 5, второе 7. Вот это будет более-менее нормально. Если мы хотим делать второе вино и держим 10 дней, или вообще ждем, чтобы шапка начинала постепенно опадать, ну, в таком случае, как бы, на второе уже ничего не останется, и смысла его делать уже абсолютно никакого нет. То есть вот эту вот цифру разделяете. То есть, как я уже сказала, в зависимости от ваших целей вы можете держать на мязге столько, сколько захотите. Но обращайте внимание, пока шапка еще вот, ну, здесь она уже постепенно начинает, скажем так, разрушаться. Вот мы где-нибудь здесь тронем. Вот еще идет выделение углекислого газа. А когда она станет такая редкая, просто, ну, не держу до такого состояния, но шапка становится редкой, постепенно, постепенно начинает проседать. Вот в тот момент надо просто, ну, если вы хотите еще держать дольше, надо задуматься о защите от подания кислорода. Потому что уже углекислого газа становится не так много. И, соответственно, уже сусло будет не так защищено. И кратенько, как снимать сусло с мязги. Вот в тот момент, когда вы уже решили, что все, пора, несколько часов ее не трогайте. Например, если вы в первой половине дня собираетесь снимать, значит, с утра вы уже шапку не перемешиваете. Либо, если вы с утра перемешали, значит, снимайте ближе к вечеру, так будет проще. Способов может быть множество и различных. Если у вас емкости стоят на возвышении, можно туда под шапку опустить сифон и снимать таким образом. Может быть, у вас емкости какие-то с краниками снизу тоже удобно. Ну, я пользуюсь самым простым вариантом. То есть у шапки я ничего с ней не делала. А теперь беру друшлачок и аккуратненько эту шапочку убираю в другую емкость. Видите, уже становится мало. Вот, собственно говоря, вот когда такое состояние у вас будет мязги, например, она будет опускаться вниз. Вот тогда, как я вам уже сказала, нужна защита от кислорода. Ну, а теперь вообще все просто. Вот это же оставшееся сусло через вот этот же друшлачок я просто сливаю в другую емкость. Даем мязге стечь. Маленький совет. Если вы хотите уменьшить потери, то не надо в друшлаке вот так вот это отжимать, потому что отверстие крупное и будет много мякоти, много осадка. То есть тогда надо какую-то еще дополнительную ткань фильтровальную подкладывать и отжимать. Но я мезгу сильно не отжимаю, потому что у меня есть пресс. Поэтому руками я уже этим не занимаюсь. Видите, тут еще много, много жидкостей. И это уже все пойдет под пресс. Ну, либо вы можете использовать ее в каких-то других целях ваших. То есть в вопросе, сколько держать сусло на мязге, у вас абсолютно полная свобода действия. Ну, конечно, с учетом тех небольших нюансов, которые я вам назвала. И очень часто такой комментарий, такое мнение, которое я встречала, что обязательно надо изначально сусло разбавлять водой, иначе вино получится слишком плотным, слишком тяжелым. Ну, это глупость. Уж простите, но это очень большая глупость. То есть, хотим вино более тонкое, более легкое, значит, просто на мязге его держим несколько меньше. И все. Хотите, потом сделайте второе вино, если будут такие пожелания. А так получается, что мы держим на мязге, пока уже шапка не упадет, уже и шапка упадет, еще мы держим на этом осадке. А потом удивляемся, а почему же у нас вино получилось плотным? А что можно было еще ожидать? Конечно, потому что оно натянуло максимум, который только могло натянуть. Так делать не надо, вам нужно всего лишь учитывать особенности своего винограда. То есть, если он очень тонильный, то тоже можно держать меньше. И ваше пожелание, что вы хотите получить на выходе. Ну, конечно, вы можете задать вопрос, так сколько на мязге держу я. Честно говоря, по-разному, в зависимости от того, тоже какое вино я хочу получить. Светлые сорта я часто делаю по красному способу. Их я держу дней 5 от момента поднятия шапки. Красные сорта в этом году, одна партия у меня стояла даже 10 вот этих самых дней. Ну, посмотрим, что получится в итоге. То есть, я тоже экспериментирую с этим и подбираю то, что мне больше нравится. Ну, конечно, есть еще такая там усредненная цифра дней, там 3-5. Но, напомню еще раз, что тут все в ваших руках. В зависимости от того, что вы хотите получить на выходе, какое вино вы хотите получить на выходе, вы и принимаете решение, либо кратенько будете держать, либо максимально долго. Единственное, напомню, что кроме наших пожеланий, мы еще учитываем особенности винограда, с которым мы работаем, то есть, его степень зрелости. Ну, если он несколько недозревший, что с этим сделать, я вам уже сказала. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч! До новых встреч!